Министерство обороны Беларуси сообщило, что в вооруженных силах началась внезапная проверка сил реагирования. Далее там заявили, что эти усилия не представляют угрозы для соседних стран и Европейского Союза в целом. Войска отработают тактику приведения сил в боевую готовность. Сроки проверки министерством не уточняются. Как сообщается в пресс-релизе Минобороны Беларуси, воинские части и подразделения белорусской армии должны будут отработать постановку на боевое дежурство и марш в определенные места, а также выполнение учебно-боевых задач. В конце февраля в Беларуси прошел референдум по конституционным изменениям. И согласно поправкам, белорусские военные смогут участвовать в операциях за рубежом, если это необходимо для обеспечения коллективной безопасности и поддержания международного мира и безопасности. При этом в основном законе страны указано, что военная агрессия против других государств с ее территории запрещена. Министерство обороны Беларуси заявило, что военные учения НАТО становятся все более активными и масштабными в Европе, что указывает на то, что Альянс рассматривает Восточную Европу как потенциальное поле боя. Россия считает Беларусь своим близким союзником. На ранних этапах российского вторжения в Украину, которое началось в конце февраля и последовало за совместными учениями России и Беларуси, районы Украины, граничащие с Беларусью, включая столицу Киев, подверглись бомбардировкам России. Действия России на Украине правительство России называет специальной военной операцией. Между тем, Минобороны Украины выразила обеспокоенность по поводу нанесения противникам ракетных ударов с территории Беларуси. Выступая на брифинге для СМИ, пресс-секретарь Минобороны Украины Александр Матузяник заявил, что несколько подразделений вооруженных сил Беларуси укрепляет белорусско-украинскую границу в Брестской и Гомельской областях. Далее он сказал, что Беларусь никогда не переставала быть угрозой. Как известно, российская армия сегодня полностью использует территорию Республики Беларусь как плацдарм для наступления на Украину. Собственно, из-за этого российские границы так быстро продвинулись в пригороды столицы. Добавил Матузяник. При этом он также подчеркнул, что Украина внимательно следит за ситуацией, чтобы оперативно и своевременно реагировать. Кроме того, ранее Беларусь заявляла, что ее армия готовится ответить на возможное нападение со стороны западных соседей. Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что если страны Запада нападут на Минск, они понесут ущерб и опустошение своей собственной стране. Он также утверждал, что численность войск, боевой техники и вооружений в соседних странах значительно выросла.